МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Европейский Союз лишить Венгрию права голоса из-за постоянных блокировок в Будапештам принятия нового пакета помощи Украине. Центробанк России повысил базовую процентную ставку до 16% годовых, а поток денежных переводов из России в Грузию резко упал. Также сегодня. Эта система государственная, этот фундамент, на котором стоит Россия, он не дает правителю, если он хочет сохранить власть другого способа, кроме как ужесточать эту структуру. Против писателя Бориса Акунина возбуждены дела об оправдании терроризма и о так называемых фейках про российскую армию. Российские войска в Украине наступают на Гупинском, Лиманском и Бахмутском направлениях, чтобы захватить новые населенные пункты Донецкой и Харьковской областей. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский на фоне сообщений в украинских телеграм-каналах о ряде тактических успехов российских войск, в особенности под Бахмутом. По оценке Сырского, основные усилия российские войска сейчас сосредотачивают именно на этом направлении. Ситуацию Сырский охарактеризовал как сложную. Вот что он сказал. Нам приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава. Проблема нехватки личного состава в ВСУ наряду с нехваткой боеприпасов стала темой заявлений сразу нескольких представителей украинского военного командования. При этом они подчеркивали, что украинской армии нужны хорошо подготовленные и, главное, мотивированные военнослужащие. Вот что сказал, в частности, начальник главного управления разведки Кирилл Буданов. Миллион сто тысяч человек. Никакой рекрутинг в такие объемы покрыть не сможет. Исключительно мобилизация. Но появляется следующий вопрос. Все те, кто хотели, уже пришли. Кого призывают? К сожалению, хорошего ответа на этот вопрос нет. И тут встает главный вопрос. Мотивация для этих людей. Если не найти для них мотивацию, то сколько бы людей принудительно или непринудительно, или согласно нормам закона мы бы не загнали, КПД будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время. Это также надо признать откровенно. Это был начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. И вот как Тарас Чмут, директор украинского центра «Вернись живым», в интервью телеканалу «Настоящее время» объяснил, почему нынешний механизм мобилизации в Украине пробуксовывает. Ну, если бы тот, который сейчас я працювал, то и проблем не было. Ну, если бы этот механизм мобилизации, который сейчас работал, то и проблемы бы не было. Если мы об этом говорим, как о проблеме, то что-то идет не так. Соответственно, нужно что-то менять. И, наверное, не просто сменить фамилии должностных лиц, как это уже было несколько раз. Это очень большой вызов для государства. И в какой-то степени от того, справимся ли мы с этим вызовом, зависит, выиграем ли мы эту войну. Где-то внедрение каких-то изменений, какими бы они классными не были и кем бы не были созданы, оно все разбивается о суровую реальность исполнителей. Какой-то нормативки, подзаконных актов, регуляторов, демократии в том числе. И как результат хорошие инициативы могут не реализовываться. Просто система государства страны такая, что она делает невозможным что-то. Мобилизация, которая началась с 24 февраля, продолжается. И это десятки, сотни тысяч человек в короткий промежуток времени. Их нужно готовить разных. От солдата, матроса до командира отделения, взвода, роты, батальона. Увеличение количества частей, должностей, трансформация техники, тактики. Все это требует скорости и массовости. И если раньше вы готовили там 10 тысяч человек в месяц, ну не в месяц, пусть я не знаю, в сколько времени, то сейчас вам нужно 100 тысяч. И падает качество. А вам нужно качество наоборот наращивать. Вы не можете готовить людей год, потому что у вас нет этого времени. Вам нужно готовить по сути. Вам нужно готовить достаточно для того, чтобы человек мог выполнить задачу и сохранить свою жизнь. Потому что его жизнь для Украины в разы ценнее, чем для россиян, их жизни. Потому что у них просто есть кем менять. А у нас банально не кем менять. У нас большая проблема с инженерным техническим образованием, с техническими специалистами. Ну вот у меня вчера была встреча с одним из директоров нашего оборонного завода, у которого мы законтрактовали. И он называет одной из причин, почему сорвал контракт, потому что у него нет людей на ЧПУшной станке. Тот, который был, его мобилизовали. И завод встал. Остальные боятся мобилизации. И это банальная реальность. Дефицит кадров на рынке катастрофический. Куча людей уехала. Куча людей мобилизована, служит, погибла, ранена. Куча людей уже работают. И они просто не могут масштабироваться. И это не только у нас, как у фонда. И у каких-то предприятий производственных. Это у всех. Мы работаем с разными бизнесами. И все бизнесы говорят, ключевая сейчас проблема – это люди. Людей нет. Ключевая сейчас проблема – люди. Людей нет. Это был Тарас Чмут, директор украинского центра «Вернись живым». Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». А жены российских военнослужащих, требующие демобилизации мужей, открыто выразили недовольство политикой Владимира Путина и предложили ему либо вернуть мужей с фронта, либо самому поехать на фронт и там умереть. Это цитата. В их телеграм-канале «Путь домой» было опубликовано обращение одного из мобилизованных, который назвался Александром. Он заявил, что ему и его семье не нужны никакие льготы и все, чего он хочет – вернуться домой. Вот фрагмент этого обращения. Хотят ли мобилизованные домой? Нам не нужны эти 200 тысяч, которых и 200 нет. Нам не нужны льготы. Просто отпустите домой. Все хотят домой. Мир или все-таки продолжение боевых действий? Однозначно мир. Однозначно мир. Я думаю, этого хотят просто большинство граждан, как мобилизованных, так и немобилизованных. Но мобилизованные хотят этого, я не знаю, примерно в 100 раз больше, чем обычный мирный. А воюющий на стороне Украины легион «Свобода России» взял на себя ответственность за недавнее нападение на село Теребрино в Белгородской области России. В последнее время о легионе, в состав которого входят российские граждане, особенно ничего не было слышно. Однако представитель этого формирования, спознан Цезарь, пообещал, что боевые операции на российской территории будут проводиться чаще и что они, по его мнению, вполне легитимны. Мы начинаем с операций небольшого масштаба. Масштаб этих операций будет расти. Мы получаем боевой опыт. Мы показываем свою силу. И рано или поздно это выльется уже в полномасштабное вторжение легиона в Россию. По итогам вчерашней операции с нашей стороны нет ни убитых, ни раненых. В отличие от противника, у которого подтвержденные минимум 2,02. Плюс мы оставили там некоторые сюрпризы для сотрудников ФСБ. Были обнаружены минные поля, которые российские инженерные войска сделали. И нам показалось, что у них не самая лучшая конфигурация. Мы немножко там доработали этот вопрос. Это был представитель легиона Свобода России, его позывной Цезарь. Между тем, Владимир Путин выступил сегодня на коллегии Министерства обороны, вновь объявив Запад виновником конфликта в Украине и выразив недовольство расширением НАТО на восток. Хотя, по его же словам, со странами НАТО у России никаких принципиальных споров нет. Не обошлось и без, если можно так выразиться, классики. Путин в очередной раз признал, что Запад легко его обманул. Новым было только определение этого обмана. Переиграл. Раньше обычно было надул. Но сути это не меняет. Они сразу же развязали там фактически войну. Прямо в 2014 году. Но я говорю откровенно, уже все, на самом деле, для тех, кто участвовал в этих событиях, не секрет никакой. Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуты, чтобы людей защитить, чтобы их там всех не истребили. Вот что-то начало происходить. И Запад, особенно там за океаном, они с удовольствием на это наблюдали. В этом смысле они, конечно, нас, ну, если можно сказать, переиграли. Это был Владимир Путин. Путин, кстати, вчера официально в качестве самовыдвиженца окончательно зарегистрировался кандидатом на выборах президента России с готовностью, передав представителю ЦИК свой паспорт, который он достал из кармана пиджака. А съезд ЛДПР сегодня выдвинул кандидатом в президенты нынешнего лидера партии депутата Думы Леонида Слуцкого. Никаких иллюзий по поводу реальных президентских амбиций Слуцкого ни у кого, в принципе, нет, но все это было обставлено громкими аплодисментами, а день начался с выступления Слуцкого на могиле Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище в Москве. На фоне воспоминаний о выступлениях основателя и многолетнего лидера ЛДПР Слуцкий, как бы ни старались функционеры его партии, выглядел довольно бледно. Но давайте его послушаем. Владимир Вольфович в силу интеллекта умел заглянуть в будущее. Он видел все то, что происходит сегодня. И он верил в то, что ЛДПР сыграет ключевую роль в разрешении этих проблем. И во внешней политике, когда Россия консолидирует вокруг себя страны разных континентов, которые против однополярного мироустройства, основанного на крови. И во внутренней политике, когда мы доходим, как он завещал для каждого человека и каждой семьи. Фрагмент сегодняшнего выступления лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, которого съезд ЛДПР сегодня выдвинул кандидатом в президенты России. Вы слушаете «Время свободы». Европейский союз пытается согласовать новый пакет помощи Украине на сумму в 50 миллиардов евро, который планировалось принять еще на прошлой неделе во время саммита ЕС. Но решение было заблокировано венгерским премьером Виктором Орбаном. Газета Financial Times написала, что Европейский союз может попытаться лишить Венгрию права голоса, чтобы наконец согласовать помощь Украине. Для этого планируется воспользоваться седьмой статьей договора о Евросоюзе. Вот как на вопрос, действительно ли ЕС может лишить Венгрию права голоса, отвечает депутат Европарламента раса югнявичини. Если постараться, то может, но ситуация такая неординарная, потому что процедура нелегкая и, наверное, еще некоторые государства не дозрели до этого. Там в процедуре написано, что нужно 72% всех государств, членов Европейского союза, в составе которых было бы не меньше 65% населения Европейского союза. Но это можно. Политическая воля, то, что уже начинаются такие разговоры, о том говорят, это уже сигнал. И, конечно, все очень недовольны и устали от Орбана. Вот видите, что случилось в прошлую неделю. Даже, я думаю, что Орбан сплотил как-то весь оставшийся состав Европейского совета. И все 26 проголосовали за. Но несколько дней назад, и там Австрия немножко говорила, что может быть еще не время для Украины. И Словакии там сигналы приходили насчет военных. Кстати, помощь они остановили. Так что Орбан должен тоже подумать уже, что иногда уже не работает его шантаж в каждой встрече. В моей встрече с людьми в Литве этого не было, я не знаю, никогда, чтобы люди так интересовались политикой всей Европы, Европейского союза. Конечно, это связано с этой войной. И они спрашивают, кому работает, я так и говорила, кому работает Орбан. И они уверены, что он работает на Россию. А кто знает, может быть, есть какие-то досье. Это Орбан Венгрия получает газ. Росатом строит атомную станцию до сих пор. Наверное, есть какие-то финансовые связи, не знаю, личные или вот венгерские, там, бизнеса и так далее. Он этот шантаж использует и для того, чтобы получить деньги от Европейского союза те, которые были назначены после пандемии насчет отстроения государства. И все государства почти уже получили или получают. А вот для Венгрии суд европейский сказал, что можно этих денег как раз не давать, если одно или другое государство не ведет себя по законам, особенно по верховенству права и демократических принципов не придерживаться. Это была Раса Юкнявичиня, депутат Европейского парламента. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 19 декабря. Тема выпуска представляю я, Андрей Шарагацкий. Поток денежных перечислений из России в Грузию резко сократился. В Тбилиси убеждены, что главная причина – отток из страны так называемых релакантов, то есть людей, переехавших в Грузию после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. В прошлом году именно беспрецедентный рост денежных переводов из России обеспечил укрепление грузинской национальной валюты лари почти на 30% и способствовал значительному росту грузинской экономики. С подробностями Георгий Кабаладзе. По данным Национального, то есть Центрального банка Грузии, в ноябре общий объем денежных переводов из Российской Федерации составил чуть больше 75 миллионов долларов. И это почти на 80% меньше, чем за ноябрь прошлого года. Причина очевидна. Если вспомнить, что привело к их взрывному росту, начиная с марта 2022 года, то есть сразу после широкомасштабного российского вторжения в Украину. По разным данным, от 60 тысяч до 100 тысяч россиян переехали тогда в Грузию на постоянное место жительства, спасаясь от войны и мобилизации. Многим из них из России перечисляли значительные суммы не только члены семей, но и бизнес-партнеры. В некоторые периоды 2022 года сумма денежных переводов, особенно системами быстрых переводов денег, таких, например, как золотая корона, увеличилась на 1000% по сравнению с 2021 годом. Это немедленно повлияло на, скажем так, самочувствие национальной валюты Грузии Лари. В течение прошлого года он укрепился на 28% по сравнению с предыдущим годом. Национальный банк даже сдерживал рост курса Лари, опасаясь негативных последствий для экономики. При этом Центральный банк покупал валюту, и золотовалютные резервы страны впервые в истории превысили 5 миллиардов долларов. Именно в 2022 году, когда российские релоканты были наиболее активны, причем в том числе на рынке недвижимости и в сфере IT-бизнеса, рост экономики Грузии составил 10%. Но после неоднократных заявлений российского руководства о нецелесообразности новых волн мобилизации, российские релоканты, судя по объективным цифрам, предпочитают возвращаться на родину. Именно этим и объясняется резкое сокращение денежных переводов. Впрочем, Россия по-прежнему остается на первом месте среди всех стран, откуда в Грузию перечисляют валюту. Но первенство России, можно сказать, традиционно за весь период независимости Грузии после 1992 года, поскольку в России живет большая грузинская диаспора. Но особое внимание специалистов привлек именно бурный рост 2022 года. И постепенно спад в нынешнем году явно связан с оттоком российских релокантов. Тем не менее, как сказал в беседе со мной экономист Паата Шашелидзе, значительных негативных последствий от сокращения денежных переводов он не ожидает. Насколько для грузинской экономики это было важно, Паата, что перечисляли такие огромные суммы? Отметил Паата Шашелидзе, последние несколько недель национальная валюта медленно, но неуклонно слабела. А рост экономики, по признанию премьер-министра Ираклия Гарибашвили, составит в нынешнем году уже не 10%, как в прошлом году, а 7%. Оппозиция, в том числе Единое национальное движение Михаила Саакашвили, бурно реагирует на подобные цифры, утверждая, что нынешняя правящая партия «Грузинская мечта» прочно привязала страну к России, оккупирующей 20% территории Грузии. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода» Тбилиси. А Центробанк России, еще недавно резко повысивший базовую процентную ставку до 15% годовых, вчера повысил ее еще на 1% пункт. И произошло это, отметим, вскоре после того, как Владимир Путин на прямой линии на прошлой неделе попытался доходчиво объяснить журналисту, зачем, по его мнению, нужна национальная валюта. Комментарий нашего экономического обозревателя Максима Бланта. В ответах на вопросы с мест лейтмотивом было, если бы тут сидел министр финансов, он бы сказал, что денег нет. Это, кстати, прямая цитата Путина при его ответе на вопрос о программе переселения жителей Крайнего Севера. Но, к счастью для его прошающих, сидел там не министр финансов Антон Силуанов, а добрый и щедрый Владимир Путин. И для Крайнего Севера обещал денег поискать, и для продления программы льготной ипотеки, и много еще для чего. Откуда деньги тоже проговорился, причем отвечая на вопрос о планах нового президента Аргентины отказаться от национальной валюты и перейти на американские доллары. Итак, что сказал Путин? Всегда любое правительство должно выполнять социальные обязательства. Мы полностью их выполняем. А при привязке к доллару ничего не подпечатаешь. Придется сокращать бюджетные расходы на соцвыплаты, на пенсии, зарплаты, дороги, национальную безопасность. Конец цитата. Вот, оказывается, зачем нужна национальная валюта. Чтоб, когда не хватает на снаряды или пенсии, в любой момент можно было подпечатать. Даже если это, как, например, в России, где действует запрет на эмиссионное финансирование государственных расходов, прямо противоречит закону. И закон этот принимался не на ровном месте, а после гиперинфляции 90-х, когда власти слишком увлеклись подпечатыванием. Впрочем, сейчас-то у власти настоящие профессионалы. Так что уже на следующий день после путинской пресс-конференции Банк России на очередном заседании повысил ставку еще на 1% пункт до теперь уже 16% годовых. А все потому, что инфляция продолжает разгоняться. А других действенных инструментов у регуляторов нет. Так что кредиты станут еще дороже. И для граждан, и для тех предприятий, которым не досталось военных заказов и авансовых платежей от Министерства обороны. А дальше вопрос, кто будет банкротиться интенсивнее, набравшие кредитов граждане или предприятия гражданского сектора. В первом случае цены расти перестанут, ну просто потому, что у значительной части населения закончатся деньги для того, чтобы хоть что-то покупать. Во втором продолжат разгоняться, поскольку товары с полок будут пропадать быстрее, чем снижаться покупательная способность населения. Такие вот плоды путинской щедрости. Комментарий экономического обозревателя свободы Максима Бланта. И последнее на сегодня. Против писателя Григория Чхартишвили, известного по псевдониму Борис Акунин, возбуждены уголовные дела по обвинению в оправдании терроризма. А в издательстве Захаров, которое первым стало издавать книги Акунина, прошли обыски, цель которых, по-видимому, изъятие оставшегося тиража книг автора. Чхартишвили, живущий за границей, отреагировал довольно спокойно, он выразил только опасения за скомпрометированных, видимо, теперь близких к Кремлю артистов и режиссеров, таких как Никита Михалков, Константин Хабенский и Владимир Машков. Все они снимались в главных ролях в фильмах и сериалах по произведениям о сыщике Эрасте Фандорине. Но я предлагаю послушать архивную запись «Радио Свобода» 2018 года. Григорий Чхартишвили рассуждает о том, почему Россия после всех попыток либеральных реформ вновь и вновь сворачивает на путь диктатуры. Эта система государственная, этот фундамент, на котором стоит Россия, он не дает правителю, если он хочет сохранить власть, другого способа, кроме как ужесточать эту структуру, кроме того, чтобы превращать всю эту систему в вертикаль. Значит, есть, в принципе, два способа держать вместе такую большую и разномастную страну, как Россия. Первый способ – это способ держать ее вместе принудительным образом, при помощи страха, собственно говоря. Это то, что делалось здесь всегда, начиная с 15 века. Само государство, созданное в 15 веке Иваном III, построено по этому принципу. Там есть четыре, не буду сейчас в это углубляться, есть четыре основных принципа такого государства, которые не нарушались ни при какой системе, а если какой-то из этих принципов нарушался, система начинала разваливаться, она не держится вместе. Эти принципы разработаны Чингисханом, потому что Чингисхан, собственно говоря, Иван III, когда создавал Российское государство, ему некого было больше учиться, кроме как Золотой Орды. Он брал за пример тот наиболее эффективный способ устроиться государства, который был ему хорошо известен. Значит, первый способ – это абсолютная централизация власти. Все решения от первостепенных, второстепенных, третьестепенных принимаются и в ставке Великого Хана в его юрте, никак иначе. Это первое. Второе. Для того, чтобы общество с этим мирилось, фигура Великого Хана должна быть священной, она должна быть сакральной и недоступной к критике. Это очень важно. Третье, тоже с этим связанное. Поскольку ничто не может быть выше воли Великого Хана, как бы он ни назывался, царь, президент, генеральный секретарь – неважно. Он всегда должен быть выше закона. Это не может быть, в принципе, правовым государством. Эта система управляется не по законам, в общем, для всех, а по указам Великого Хана. Они могут быть разные в зависимости от конъюнктуры. Ну и, наконец, четвертое, очень важное. Все жители государства воспринимаются как слуги этого государства. То есть, это культ государства. Это, так сказать, не государство, которое существует для людей, а люди, которые существуют для государства. Вот эти четыре принципа на протяжении больше пятисот лет всегда сохранялись. Если что-то нарушалось, государство начинало разваливаться. Да, мы там, ну вот последние сто лет это произошло сначала в семнадцатом году. Это привело потом к абсолютно жесткой ордынской структуре, которую создал Сталин. Сейчас мы видим, как Путин и его, так сказать, ну вот окружение создают все абсолютно то же самое. По всем приметам. Надо сказать, что исторически эта структура довольно эффективна. Она очень ударопрочная. Но у нее есть очень серьезные дефекты. Потому что она хорошо работает во время тяжелых испытаний, во время войны. Благодаря очень высокой своей мобилизационной способности. Но во времена мира она работает очень плохо. Потому что развитие вообще страны, общества, главным образом достигается за счет частной инициативы людей, которые, не боясь ничего, начинают улучшать свою собственную жизнь, становятся богаче, придумывают какие-то вещи. Из-за этого вся страна становится богаче. Так или иначе, когда нет войны, чумы, голода и холеры, то государство ордынского типа начинает проигрывать в конкуренции государством, устроенным иначе. Потому что есть ведь другой способ того, чтобы все люди жили вместе и не разбегались. Если им это выгодно, если им это нравится. То есть не по насилию, а по любви. По выгоде, если угодно. Поэтому я думаю, что если в России произойдет там социальный взрыв, демократическая революция, но все останется креституционно, так же, как оно и сейчас, то через 10 лет мы снова будем иметь очередного авторитарного правителя бывшего демократа. Потому что у него просто не будет другого выбора. Иначе страна у него начнет разваливаться на куски. Значит, для того, чтобы Россия была свободной страной и при этом не развалилась на куски, как мне кажется, должны быть выполнены две главные задачи. Россия должна быть превращена в правильную федерацию, в настоящую федерацию и правильную федерацию. Настоящая федерация, я имею в виду, когда основные вопросы решаются людьми там, где они живут. Они не бегают, спрашиваются Москву по каждому поводу. И когда основные деньги остаются в регионах. Кроме того, это настоящая федерация. А правильная федерация, эта страна должна, как мне кажется, быть разделена на вот эти вот составные элементы не так, как они разведены сейчас, а по принципу экономической состоятельности. У нас в стране не должно быть регионов-доноров и регионов-акцепторов. Каждый регион должен быть построен так, чтобы он мог сам себя, условно говоря, кормить, чтобы он не был паразитом. Говорил писатель Григорий Чехартишвили, известный по псевдониму Борис Акунин. Архивная запись 2018 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова